Давайте поговорим, говорю врачу, что такое витамин Е. Вот аптечный витамин Е и витамин Е натуральный, природный. Я пришел, можно я сяду? Значит, в 20-й лекции мне пришлось выступить в 2005 году на международной конференции по питанию в Москве. Называется «Вызвать огонь на себя», потому что были профессионалы, занимающиеся витаминологией. Вот, и я, так сказать, имел наглость сказать следующее, что природный витамин Е и аптечный – это совершенно разные вещи. Дело в том, что я хочу, чтобы вы не на слово мне поверили, а убедились в этом. Я приведу сейчас некоторые данные, которые написаны прямо на аптечном продукте. Зайдете в аптеку, купите и можете в этом убедиться. Значит, природный витамин Е представлен во всех нерафинированных маслах. Нерафинированных. Нам продают рафинированные масла, как вы знаете. Избавленные от примесей, как говорит реклама. А на самом деле избавленные от самых ценных необходимых веществ. Зачем это делается? Вы догадываетесь, рафинированные масла лучше сохраняются. И поэтому меньше убытков для торговли. Но торговля сразу же совершенно не знает, что даже рафинированное масло, которое стоит на свету, даже на электрическом, окисляется. Свет вызывает окисление через синглентный кислород. Есть такие механизмы, это все хорошо известно. И поэтому масла должны храниться в темноте обязательно. Или в темной посуде хотя бы. Я всегда говорю, вы видели где-нибудь пиво в белых, в прозрачной посуде? Нет, только в темной. Как же пиво испортится? А то, что масло портится и становится опасным даже, особенно масло, которое продается во всех этих открытых лотках, где много света. Это совершенно серьезно. И поэтому на это нужно обратить серьезнейшее внимание. Так вот, из масла этого удален и витамин Е, и фитостерол, и лецитин, все, что нам вот так необходимо, все удалено. Зато это масло не горит. Знаете, вот на этом все рассчитано. Так вот, витамин Е особенно представлен в таких маслах, в зародышевых маслах. Масла зародышевая, пшеница, например. Все, что касается злаковых зародышей. И не только злаковых. Например, возьмите кедровое масло. Масло косточек черной смородины, такое имеется. Масло косточек арбуза. Масло шиповника. Богатейшее масло, которое содержит и фитостеролы, и витамин Е. В какой форме? Если вспомнить о пальмовом масле еще, сейчас оно известно. То всего в природе и в питании 8 форм витамина Е. 8 форм, 8 разных изомеров. Но самое главное, другое, что все природные формы витамина Е относят к так называемому Д-ряду. Я не буду объяснять, что это такое, поверьте мне на слово. Химики знают. Правое вращение так называемое. И должна быть написана буква Д-Ди, английская. А синтетический витамин Е, который стали производить лет 70 тому назад искусственным путем, содержит и Э-лизомер, левый изомер, в соотношении один к одному. То есть в синтетическом витаминам Е, витамине Е, 50% правого изомера, который наш организм воспринимает как свое собственное вещество, и левого изомера, который организм воспринимает как чужеродное вещество, как сенобиотик. Поэтому мы получаем, да, форма витамина Е аптечная, одна, альфа, полное название такое, Д, запятая Л, вот зайдите в любую аптеку, купите, написано Д, запятая Л, значит, правый, левый, альфа, токоферил, ацетат. Доза 100 мг капсуле. В расчете справочники 30 мг. Это что, аптека у нас решила, так сказать, облагодетельствовать? А вот считайте, 50% всего действующего вещества считается, молчаливо, но ложно считается, что левый изомер инертен, он совсем не инертен, я могу профессионально это доказать, что он не инертен для организма, но и не полезен. Потому что он в клетке, в клетчей мембраны не встраивается. Не встраивается, наоборот, он деструктурирует мембраны. Вот уже 50 мг получается, вычтите еще ацетат, и вы получите 30 мг. Вот это вот я озвучил, сказал в докладе на международной конференции в Москве, никто не возразил. Никто присутствовали, все специалисты по питанию, никто не возразил. Это правда. Вот почему природный витамин Е имеет огромнейшее преимущество перед синтетическим продуктом. Вот витамин Е есть продукт, это природный витамин Е, содержащий не 8, а 4 изомера, которые усиливают действие друг друга. И это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!